Время пришло, по шпалам отправится, ждёт меня старинный друг, тарадарада, он толстый и славный, мой друг самый главный, он жидкий, терминатор жидкий, да ты постой, возьми меня вместе с собой. Дамы и господа, Юрий Хованский и Илья Мэдисон приветствуют вас. Добрый, доброго времени суток, я бы сказал. Тебе понравилось мое импровизированное музыкальное... Очень обожаю, как меня называют жидким и толстым, знаешь, это как бы, наверное, два самых таких прилагательных, которые я бы хотел, чтобы упоминались в моей связи, так сказать. А тебя вот тоже напрягало всегда, когда тёлки говорят, что да это хорошо, мне нравится, когда у парней пузо там пивное. Не-не-не-не, да, мне часто, конечно, говорили, что типа мне нравится, когда у парней пузо, когда у парней маленький член, но на самом деле я, честно говоря, не особо верю в это всё, потому что даже мне это не нравится, потому что я бисексуален на все 100%, и когда я смотрю на парней, мне хочется, чтобы они были, знаешь, подтянутыми, красивыми. Конечно, а смысл, если мы и сами по себе такие вот, как бы, ну, прячущие тела в утёсах пингвины, нам приятно, когда вот какой-нибудь ласка, юлик, да, мы себя окружаем максимально привлекательными молодыми людьми. Конечно, конечно, мы как люди, которые, как бы, ну, мужчины, точнее, женщины в теле мужчин, мы же фантазируем на тему того, какие бы у нас могли быть дети вот от этих парней. Ну, то есть ты такой смотришь на юлика и думаешь, кого бы ты родил, и представляешь себя такого красивого, худрявенького. Через мой широкий, огромный таз, сколько бы я мог родить ему детей. Нет, на самом деле меня даже другое несколько раздражает, знаешь, когда ты, ну, понимаешь, что ты набрал, там, килограммов 50 лишних уже, и в таком плохом состоянии ты никогда не был, и ты говоришь, типа, что-то мне надо, пора похудеть, наверное, там. А женщина такая, да нет, нормально, нормально, все, зато после того, как ты наберешь еще один килограмм, она говорит такая, все, пора сбрасывать, короче, хотя разницы уже никакой не было, ты, как бы, уже и так превратился в какую-то мразь такую, знаешь. Я, знаешь, перестал в зеркало смотреть без футболки, чтобы не напрягаться как-то, ну, а что я там не видел, как бы, просто не смотрю, как-то. В смысле, не, ты так сказал эту фразу, что ты, типа, перестал смотреть в зеркало без футболки, то есть, ну, то есть ты... Я и футболки не смотрю особо, ну, я просто... А, ну, и все, я понял идею, я просто... Я настолько жирный, что я, знаешь, стыдливо выхожу из ванной, стесняясь зеркала, то есть, я, как бы, чищу зубы, смотрю на зубы. Подожди, подожди, может, ты вампир, на самом деле, может, ты как Эдвард Каллен, знаешь ли, или типа того? Ну, я тот еще Каллен, но насчет Эдвард... Короче, друзья, мы, на самом деле, собрались здесь не для того, чтобы пиздеть про мужское деторождение, хотя это тоже достаточно интересная тема. Миллион долларов, кстати, по-прежнему платят интересно рожающему мужику, потому что, мне кажется, скоро это должно произойти, типа. А я почему-то только фильм вспомнил со Шварценеггером, я ничего больше в голову не приколью. Который, да, который своровали из фильма с Дюжевым, скопировали, я помню. Помнишь, какое у Шварца было страшное лицо, когда он рожал прям-то? Это как у жидкого терминатора, когда он... В Митина проезжал. Что у нас накопилось за то время, что мы, так сказать, не обсуждали новости? Ну, самые горячие, наверное, это все же известие о смерти Тесака. Меня сегодня задонатили, я играл спокойно в Crusaders Kings на стриме, у меня около 18 донатов было с этим вопросом. Потом, это, естественно, белорусские протесты, это отравление Навального и, ну, наверное, протестные движения в Америке. Как видишь, все, в общем-то, события. А как же, подождите, постойте, Илья, а как же Михаил Ефремов? Самое главное событие, которое произошло, я считаю, что это важнее, чем коронавирус в 2020-м все-таки. Нельзя не обсудить Ефремова и тем более Пашаева. Согласен, согласен, совсем забыл. Как мы пойдем по хронологии, от конца к началу или от начала к концу? От конца, наверное, Тесака, конца. Ну, то есть, человека больше нет. Я думаю, что с этим стоит сразу разобраться, тем более новость самая свежая. Наверняка люди ждут именно какой-то вот реакции. Но ты уже, насколько я знаю, записал, ты высказался. А я вот не мог сформулировать свои мысли, потому что все-таки, ну, когда ты, ну, выражаешь какое-то вот сочувствие, соболезнование к человеку столь неоднозначному, да, люди могут это неправильно понять. Тем более у меня у самого были проблемы по статье экстремизм. Ну, то есть, понимаешь, что если я там скажу, да, там, типа, жалко Тесака и все такое, то меня могут неправильно понять, подумать, что я там какой-то ультраправый. Хотя я на самом деле, несмотря на там то, что люди там любят повыкладывать какие-то скриншоты из скетча и так далее, я особо никогда взгляды такие не разделял радикальные. Я, честно говоря, думаю, что и Максим-то их не особо разделял. По крайней мере, под конец-то он уже говорил, что он либертарианцем стал и вообще готов от всего отказаться, лишь бы его выпустили оттуда. Ну, да, когда тебе постоянно продляют срок содержания, то, конечно, это, наверное, очень сильно может повлиять на твои взгляды, на твою психику. А я вообще, знаешь, даже не знал, что так можно. Вот что такое продлить срок содержания, например? Ну, просто, не, ну, смотри, тебя сажают, да, по одной статье, то есть, какой-то, и на протяжении того времени, что ты сидишь в тюрьме, тебя просто, ну, там, прессуют, чтобы ты сознался в еще каких-то там висяках, либо подельников твоих лупят, а они идут на сделку со следствием, и ты оказываешься... Нет, и с практической, с практической точки зрения я прекрасно понимаю, как это делается. Я просто, как бы, с точки зрения закона, то есть, меня посадили в тюрьму, и они такие, ну, ты пока посиди, мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы, ты сейчас искупай пока вину за этот грех, мы тебе сейчас что-нибудь накопаем еще, ты тут, ну, как бы, привыкай, обживайся потихоньку, устраивайся поудобнее. Ну, похоже, что как раз примерно в такую ситуацию Тесака попал. Но все-таки личность неоднозначная, согласись, даже по прозвищу понятно, потому что, ну, никого из нас и моих знакомых там не зовут Тесак, там, я не знаю. Нас бы, знаешь, скорее звали Гусак или что-нибудь. Не-не-не, пельмени, там, не знаю, секс-машина. Пельмени-еблан, пельмени-еблан. Не, погоди, я не хочу быть ебланом, я хочу быть секс-машиной. А, то есть, ты решил, что я пельмень? Ну, ты похож. Ладно, я шучу, на самом деле, нет. Никто из нас не пельмень. Мы, как бы, дай два аккуратных пирожочка, дружки-пирожки. Вот это мне больше нравится, кстати. Даже пончики, я бы сказал. Такие, знаешь. Дырявенькие. Да-да-да, дырявенькие, сладенькие по окружности. Ну, я вообще, знаешь, не верю в то, что это самоубийство, потому что... Ну, во-первых, Тесака незадолго до этого перевели одного в четырехместную камеру. Я думаю, такого со времен, ну, Ходорковского в тюрьмах не было, чтобы человек сидел в четырехместной камере. То, что там в пятером сидят в четырехместной, это самое крутое. Такое поверить могу. А то, что, ну, и ни камер, ничего, никакое... Ну, видишь, адвокат же говорит, что на него шло и психологическое, и физическое давление. То есть, в последние месяцы его, как бы, перевезли, никто не знал куда. Доступа до адвоката не было. И вроде как хотели еще какое-то признание получить. Может быть, чтобы как раз там дальше сидел. Ну, я, опять-таки, не берусь судить о делах, за которые, да, там он отбывает свой... Ну, отбывал, точнее, уже свой срок. Ну, что ж, многие ждали освобождения в 21-м году. Да, но я думаю, что у каждого здесь может быть свое мнение. Ну, знаешь, даже такие представители, там, либеральные шизы, как Варламов, и даже они, ну, не то, что выразили какое-то там соболезнование или сочувствие, но даже они поставили под сомнение, ну, и самоубийство, и то, каким образом Марцинкевич без конца получал все новые и новые сроки. Люди даже на Навального разозлились, потому что вспомнили, кто в итоге в первый раз-то по 282. Ну, слушай, там, на самом деле, я думаю, что никто не ожидал, что за, во-первых, те действия реальный срок будет. Вот, опять-таки, не берусь судить, да, насколько они были адекватными. Во-вторых, там ни один Навальный подавал заявление, то есть, ну, и как раз выходка не была адекватной, то есть, очевидно, что она могла привести к подобным последствиям. Другое дело, что, ну, мы же не знаем, на самом деле, о каких-то вещах, которые, да, доступны там только следствию и так далее, то есть, какие-то там действительно преступления. Потому что то, что я помню, вот то, что как бы на поверхности было, это там за вот этот срыв дебат, там за видеоролики, еще за что-то, ну, мне казалось, что все-таки сроки как бы слишком большие. Но вся остальная его деятельность, а, возможно, еще и какие-то преступления, которые были за кадром или в кадре, потому что, ну, говорят, были какие-то постановочные ролики. А я тебе так скажу. Тесак всех переиграл. Если его действительно убили, то уже даже не важно, какие там были преступления. Знаешь, почему? Тесак ждет нас в раю. Убийцы, когда убивают, пусть даже и грешного человека, пусть даже и непокаявшегося, они берут себе на душу все его грехи. Убитый попадает совершенно безгрешным, соответственно, в рай. Поэтому вы хотите... Вам не удалось... Как там был-то? Вам не удалось сделать его пидором, блядь! Забыл беспредел, представляете? Он херня знал наизусть с детства. Да, кстати, хотелось бы высказаться на тему того, что ты сказал, что не там воспринимал его как нацика. Я же с ним тоже пару раз общался, ну, не буду, наверное, скрывать. Да и ты знаешь, что он работал, типа, на My Ducks Vision. Я не помню, это еще Ева была или уже нет? Ева, Ева. Это была Ева тогда. Это еще была Ева. Ну, и, короче говоря... Там заставочки были, выкупай педофиля с крылочками, не помнишь? Да, да, да. Ну, он, короче, звонил там пару раз. Мы, в принципе, пообщались тоже. Он там приглашал на какие-то съемки, просто какие-то вещи обсуждали. Потом последний раз как-то созванивались уже, когда он собирался на Кубу сваливать. Ну, он меня, естественно, в свои планы не посвящал, но, тем не менее. И, в общем, всегда у него была такая бодрость, духа. И, в целом, вот, знаешь, я там общался с людьми с правых взглядов, там, например, на футбольном стадионе на фанатке. Они не веселые обычно. Они не веселые. У нас тоже были чуваки, которые ходили, вот, знаешь, пиздятся вот на этой, на правой территории. Да даже не это. Вот они реально верят в какую-то бредятину, там, знаешь, про Третий Рейх, там, про... Ну, короче, ты понял. Их взгляды, ну, типа, вообще невозможно слушать. Прям вообще бред. А этот, по-моему, просто был такой, ну, типа, не знаю, как тролль такой, ну, типа, на позитиве. Ну, не знаю. Да. Живость ума. Живость ума выдавала, что он явно не из их числа, не таких вот, как... Я бы даже сказал, что он больше напоминал какого-то хитрого еврея, короче, знаешь, такого. Вот. И я помню, ты с ним даже в Героев играл, еще какие-то тоже проекты у тебя были. Ну, короче, так вот. Жаль, не удастся воплотить его последний проект. Он же мне из тюрьмы присылал Маляву, что он хотел в Африке у негров кожу добровольно вскупать, сшить из нее кошельки и в России продавать. Я осуждаю, я не одобряю. Ради памяти Максима. И это не то, что стоило вспомнить, так сказать, мне кажется, из его проектов. Лучше в Тесакмане вспомнить Каяни. Вот, видишь, мы вспоминаем всю эту херню и, да, смешно. А Каяни, помнишь, как Каяни было, где треугольник здоровья Каяни у него? Или как он предлагал, это, схудеть на тунце, там, знаешь, воровать меньше, чем на 1200. Ну, это, блин, вот видишь, как... Ну, посмотрите, мы все, что вспоминаем, это же, ну, кто вас будет учить? Апельсиновый сок, все эти истории. Да, да, да. Были и трудные периоды, конечно, да. По поводу самоубийства, ну, во-первых, человек, который написал две, по-моему, книги, да, в предсмертной записке, в которой, я думаю, ему было что сказать, пишет, утилизируйте мои вещи и извиняется перед работниками в СИНО. Да, не хочу, не хочу доставить неприятностей сотрудникам. Да, при том, что, насколько я знаю, он очень хорошо общался с моим отцом и даже не упомянуть. Ну, то есть, я как бы не сторонник Загоров, я всегда за то, что, типа, передумать, вот, знаешь, ситуацию можно слишком серьезно и, типа, накрутить, но в данной ситуации я скорее поверю, что Навальный отравился самогоном, чем что Тесак себя убил, потому что, ну, не знаю, я не представляю, насколько сильно его могли довести. Ну, то есть, либо реально светило там пожизненно, еще там 15 лет и он уже реально заебался, я могу представить, да, такое, но либо было какое-то, там, не знаю, происшествие с апельсиновым соком, грубо говоря. Да, ну, нет, я думаю, что он бы оставался-то немного, по сути, то есть, ну, даже если маячил, он бы хотя бы дождался реакции общественности какой-то, что был бы смысл, что когда ему бы уже третий раз накидывали, что кто-то да впряжется, то есть, я бы на его месте этого ожидал. Ну, и, конечно, сама фотография, как бы, она уже есть в интернете, как бы... Не рекомендуем, не рекомендуем. Выглядит не так, как самоубийство, я не специалист в самоубийствах, ну, короче говоря, сомнительно все это и... Понимаешь, многие в разные версии выдвигают то, что не хотели, чтобы он вышел на свободу, там, из-за протестов, что он собирался поехать, там, на Украину каким-то ультраправым националистом тусить, что он еще что-то там планировал делать. Он вспоминает историю, когда он поймал, там, какого-то мужика с корочкой. Вы сюда зачем пришли? Я? Я по делу. По какому делу? По важному. Мы, к сожалению, никогда не узнаем правды, что произошло. А жаль, потому что каким бы человеком не был тесак, как бы к нему не относились, но, знаешь, даже убийцы Гитлера заслуживают суда. Но, к сожалению, мы их никогда не поймаем. Да, потому что им и был сам Гитлер. Я просто на всякий случай объясняю шутку, а то, знаешь, что там скажут. А мне больше нравится, когда ты не объяснял, потому что, помнишь, как Гагарин на Луну летавший? Нет, погоди, братан. Сейчас начнется то, что Гитлера, на самом деле, убили там какие-нибудь красноармейцы. Я поеду тоже там на 25 лет, блин, в лесополосу, поэтому я вам сразу скажу, что Гитлер убил себя сам. Кстати, слушай, вот видишь, опять-таки какие-то аналогии. Ну, может, и Гитлера тогда убили? Причем те же самые люди. И он тоже писал, утилизируйте мои вещи. Утилизируйте мои вещи. И дайте дневник Еве Браун. Не хочу доставлять проблем руководству. Руководству СС. Ладно, короче. Да, люди просто могут понять нас неправильно. Ну, я думаю, Максим... Ну, я думаю, что сам Тесак, если бы... Да, да, да. Я тоже хотел сказать, что Максим, он бы... Я думаю, так бы хотел, чтобы про него вспоминали с улыбкой, что он делал добрые какие-то... Ну, не добрые, конечно. Не добрые, блядь. Далеко не добрые. Ну, ты уже что-то тебя понесел. Ну, просто веселые дела, да. Будем вспоминать вот эти все истории. Это, по крайней мере, что-то у нас осталось. Я опять-таки скажу, мы не знаем, на самом деле, что, как он делал. То есть, может быть, действительно, просто... Ну, вот я реально не помню, и при мне он, во всяком случае, какой-то дичи не совершал. Ну, был просто вот таким вот, как бы... Типа, я его знал только со стороны, когда он, типа, реально занимался видеоблогингом там и шоуменством. То есть, помнишь, он... Ну, как сейчас какой-нибудь Стас Борецкий, это сравнение на это неправильно. То есть, ездил по всем там вот этим шоу, там, на Контр-ТВ, к Собчак, по-моему. Да, да, Багирова ловил. Да, 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 да. Ну, то есть, такого вот плана устраивал всякие приключения. Ведь, если бы, знаешь, по-другому повернулось как-то, вот, если бы он так и, спасибо Еву, продолжил работать, может, ходил бы сейчас до сих пор по Малаховым всяким, там, по этим Шейнам, там, там бы кого-нибудь хватал. И вступил в КПРФ. А, конечно, ну, как бы, левые и левые. Ну, не даром же он книгу именно про коммунизм рекомендует, так сказать. Ну, в общем, мир праху его, как говорится. А все-таки обстоятельства смерти нужно расследовать, потому что какой бы человек плохой не был, гасить в СИЗО никого нельзя. Мало ли, сегодня он, завтра мы. Не-не-не. Какие более позитивные темы у нас были за этот год? Навальный пришел в себя. Там отравились. Хочешь, я тебе сейчас дизлайков на канал наберу? Я просто недавно на стриме с этого, ну, не то чтобы смеялся, но вызвало у меня это некое недоумение. Давай. Последнее расследование уже, когда Навальный был в коме, по поводу Татарстана. Там рассказывается о том, что в 90-м году Ельцин дал практически полную независимость Татарстану, но за то, чтобы они не выходили из состава Российской Федерации. А Борис Николаевич умел торговаться, скажем так. Да, ну там, ну, в общем, в любом случае там пришел, пришла там семья определенная к власти, и, соответственно, ну, так как, естественно, Татарстан территория такая специфическая, со своими какими-то культурными особенностями, соответственно, ну, плюс там есть нефть, но, соответственно, люди стали богатыми. Богатыми, грубо говоря. Но я не понимаю, что дальше мы узнаем о том, что у королевы Англии есть дворец, например, возможно, или еще какие-то дичайшие секреты. Ну, то есть, как бы, логично же, что люди, которые управляют одной из богатейших республик, богаты. Ну, это логично, но при этом, видишь, какой расчет идет на что, посмотрите, какие они богатые, а вы не богатые, так быть не должно. А я вот, когда смотрю, у меня, наоборот, ощущение, знаешь, это, они, конечно, не должны быть такими богатыми, я должен быть таким богатым. Нет, ну, это реально хитрее. Ну, они просто вовремя, удачное время, удачное место, а я заслужил. Я считаю, что должны быть, должны быть бесконечно роскошные, пиздатые, блядь, прямо охуенные вилы. Но не у чиновников, конечно, ну, просто, ну, все, я понял идею, то есть, ну, все должны... Должны быть как арабские шейхи, то есть, вот, арабские шейхи, у них тоже есть нефть, они тоже, так сказать, у них, ну, что-то типа клановые системы, они богатые. Но на самом деле все должны быть шейхами, то есть, если где-то есть нефть, ее кто-то качает, ее кто-то продает и так перерабатывает и так далее, то я тоже должен быть богатым. Конечно, но только я не про это говорил, я говорил, что я должен быть богатым, и вообще вот эти большие дома, они нужны для того, чтобы люди к чему-то стремились. Короче, все, ты наконец-то сформировал мою политическую позицию, мы оба состоим в ЛДПР, но мы сейчас не отрабатываем повестку, если что, мы не специально это делаем, и не для того, чтобы дислайки набрать. Ты получил из повестки. Но, я понял, короче, если вдруг мы придем к власти, мы сделаем бомж-думу, то есть, будет не госдума, а бомж-дума, то есть, мы найдем людей, у которых ничего нет. Они и будут решать. Да, они будут решать, то есть, чтобы никто не сказал, что чиновники воруют, что у власти богатые люди. Это будут просто, ну, какой-то вот круглый стол бомжей, которые... Знаешь, как люди, которые вот играют на гитаре там в каких-то местах в Питере, вот они стоят там по 20 лет, им похуй, они даже уже и деньги-то особо не собирают. И тогда люди будут смотреть, и они будут даже сочувствовать, они будут, может быть, даже деньги приносить этим чиновникам, наоборот, то есть, они будут говорить, блин, ну это ужас какой-то, смотрите на них. Пирожков вам напекла, ребяточки, покушайте, покушайте, худые сидите совсем тут, законы свои все принимаете, а пирожочков, пирожочков. А вот самые дома нужно давать не депутатам и не чиновникам, а бездельникам, потому что бездельник, он как себе на дом накопит? Никак. У него никогда такого не будет. Вот ему отдайте. А, соответственно, если хочешь чем-то управлять, если хочешь помогать стране, надо прям вот бедным ходить. Тебе, например, запрещено ботинки носить, если ты мэр. Как тебе такое? Вот если не хочешь, чтобы ногам было больно, сделай, чтобы город был заебенный, блядь. Но только без ботинок ходи. Да хуйня, никто не будет работать, чувак, мы говно какое-то придумали. Нет, погоди, бля, идея без ботинок мне понравилась, но это уже какой-то следующий шаг от пересаживания на лады всех. Я не знаю, ты видел или не видел ролик, где мы с Власовым искали, не с депутатом, а с Антоном, искали бомжей на спор, чтобы их накормить, и нас все бомжи нахуй слали, типа, пошли в пизду, я тут больше заработаю, чем с вами куда-то ходить. И вот так же и было бы, то есть мы бы это ввели и такие, подошли к бомжам, кто хочет депутатом ставить, пошел нахуй, у нас тут, бля, нормально сидим. Бомжи, у них, между прочим, достоинства побольше, чем у некоторых видеоблогеров. Чем у всех видеоблогеров. Вместе взят. Да, просто люди могут подумать, что мы еще и над бомжами смеемся, но ни в коем случае. Нет, нет, бомж вам, в отличие от стримера, не будет за донат какую-нибудь чечетку плясать, он вам переебет, блядь, если вы его так оскорбите подобным предложением, а стример может и спляжить. Стример что там нагнется, жопу покажет или что-нибудь такое, вот так что и думайте, у кого-то достоинства больше. Бомжам только респект. Да, респект бомжам. Вперед, зенит. Как питерец, ты бы поосторожнее был с такими заявлениями. А это что-то плохое, Илья? Да нет, я всегда говорил, что... А я думал, это мы так, ура, мы бомжи, зенит, нет? Нельзя так говорить? Ну, вообще так, да, это все верно, абсолютно так и должно быть. Я просто в футболе не разбираюсь. Нет, все правильно, ну, типа, это так, ну, как бы, это гордое название футбольного клуба, то есть, с которым Гордя. То есть, вот, там, ЦСКА, там, кони, они там, кто мы, кони, там, Спартак, кто мы, мясо, а зенит, они такие, ну, бомжи. Ну, да, да. Ну, бомжи. И это гордо. Ну, типа, как раз потому, что ты рассказывал. Ну, вот, короче, пришел в себя Навальный, и я рад, на самом деле, потому что я очень переживал, что, ну, действительно, он либо дееспособность потеряет, либо, не дай бог, вообще совсем все плохо будет. Ну, может быть, дальше. Как за человека, я, конечно, за него переживал. Да, да. Но вот эта вся еботека, что люди сидели-пердели, нихуя не делали, и тут после такого сразу устроили. О, главный праздник, типа, Алексей очнулся, Алексей. А сами, ну, да хуй клали на этого Алексея еще неделю, там, две назад или это. И теперь как будто бы вся страна лучшие друзья Навального сразу такие. Все, держись, держись, Леша. А че ж вы не ходили на Лешины митинги, когда он вас звал погулять с ним? Че ж вы? Выбрали единороссов. Да, че ж вы единороссов выбрали? Че ж вы теперь? А теперь вы Леша, Леша. Может, если бы вы поактивнее себя вели, Леша бы и не пришлось бы там от новичка посидеть, откачиваться. Или наоборот. Ну, ладно. В общем, короче говоря, рад за него, за его семью. Все-таки человек православный, я уверен, добрый в душе. И единственное, как бы, сомнительно то, что он хочет продолжать, что он хочет возвращаться в Россию. В том плане то, что, ну, может быть, это, конечно, такая смелость и проявление, так я не знаю. Но, по-моему, это напрасная отвага. То есть сейчас больше напряга он создаст, если будет работать из-за рубежа, что ли, я не знаю. А это не престижно считается. Видишь, это у нас как из эмиграции. Ну, такая белая эмиграция, как вот это. Из Парижа что-то такое делать не круто. Круто в подполье работать, как большевики какие-нибудь. Ну, с другой стороны, как показывает история, достать могут и в Париже, и даже в более экзотических странах. Да и на Луне, блядь, достанут. Надо просто, если определенных людей задеть, я думаю, не найдется на планете Земля место, где тебя не вытащат и пиздюлей не наваляют, блядь. В Марианской впадине не спрячешься, блядь. У них и там родственники есть. В общем и целом, я думаю, что как бы новость позитивная, что никто не погиб, никто не умер, никто не скончался. Да. И здоровье, здоровье. В очередной раз сильнейшие российские нейропаралитические газы оказываются совершенно неэффективными. Мне кажется, что вот этот газ из ДМБ, который сыр, волна, лимонад, колокольчик, убил больше людей, чем мовичок. Ну, кроме рофла. То есть... Слушай, ну, а знаешь, хоть один случай, чтобы он убил кого-то. Все говорят, смертельная биологическая ручь. А кто погиб-то? Только какие-то... Я слышал вот этот... Какая-то женщина, бомжиха, кстати, вот в Великобритании, которая нашла прям этот флакон духов Мины Ильичи и прям вот так вот его... Выпила. Ну, типа, ну, наверное, еще и выпила, да. И вот так... Но царствие небесное все-таки не будет. Ну, просто если для такой поражающей силы, чтобы убить бомжиху, нужно, чтобы она этот новичок выпила, то, по-моему, проще боярочникам людей травить, блядь. У него как бы КПД-то поэффективнее. Но стал бы Навальный пить боярочник? И не отличил ли он его от, там, я не знаю, чая или что-то? Так вот, чай, боярочник, можно в чай подмешать. Да, чай с боярочником нормально. Ну, плюс, знаешь, все-таки такие вот мероприятия, когда ты ездишь в другие города, там, вновь раз надо с населением, так сказать, поработать. И, ну, боярочник, мне кажется, такая сближающая формация. Можно, знаешь, сделать, как-то сказать-то, автобус, и он будет раздатчики боярочника, там, типа, по бокам. Агит-автобус, короче, по региону. Нет, слушай, это уже опять. Надо предложить. Может, тогда еще это, агит-троллейбус со снюсом сделать? Не-не-не, это уже понесло какое-то. О-о-о, слушай. Агитационный троллейбус. Да люди будут за ним бегать целый день. Движение парализует, нахуй. Никто на работу не пойдет только. Ему будут пиздить, знаешь, как в играх, типа, мобов, чтобы из них золото, типа, сыпалось. Кстати, отличная идея, но вряд ли это даже нанотехнологиями можно реализовать, если уж даже газ не могут сделать, который работает, как бы. Ну, и вообще, что-то очень много смертей в этом году. Картрай, это вот. Не-е-е. Что такое? Люди сидели, сидели, получается, это все самоизоляция? В прошлом году вроде никого не убили. Не, погоди, погоди. Знаешь, там есть же довольно ироничное совпадение. Ну, это не совпадение, конечно, наверное, это такая профессиональная фишка. Но у адвоката, который работает по этому делу, у него два дела с расчленением, которые нашумели в интернете за год. То есть, сначала вот тот историк. У Картрайта и у Соколова, да. Ну, в смысле, у жены Картрайта. И очень странно обращаться, ну, к тому же адвокату, который защищает Соколова. Типа, тем самым, мне кажется, ты признаешь схожесть дел. Типа, о, мне нужно к эксперту по расчлененке. Да, поэтому, если там с тобой такое произойдет, там, не дай бог, то, безусловно, надо идти к Пашаеву, я считаю. Я думал, ты имеешь в виду, что если меня распилят, блядь, ёпта, типа, куда мне идти? Не, я имел в виду, что если ты кого-то распилишь, все-таки, мне кажется, ну, типа, если тебя распилят, то тебе будет все равно, кто будет адвокатом по делу. Ну, грубо говоря. Не, ну, Пашаев, я думаю, будет говорить, что кто-нибудь видел, как он пилил? Да, согласен. Есть? Может быть, это другие какие-то люди, свидетелей не было, либо были, это был одноглазый алкоголик какой-то из Крыма. Вот видно, как человек заходит, собутыльник в гости, потом не выходит. Ну, и что, да? Ну, и мог выйти как-то по-другому. Да, вот здесь он, здесь у него выкидывает пакеты, как бы, в реку сосуды. Но мы же не знаем, что в пакетах, потому что он мусор так выкидывает каждый день. Ну, да, да, ваше честь, свинья, он, конечно, мусор-то в него выкидывает. Ну, а что, за это сажать теперь? Давайте оштрафуем, все, выйдем. Слушай, не, погоди, мы слишком хорошо сейчас, то есть, это действительно неплохая линия защиты, а у Пашаева она была хуже в 10 тысяч раз. Не, Пашаев просто такой, хлопайся, типа, инсульт. Все, знаешь, там начинают каких-то свидетелей приводить камеры, и ты такой, все, падай нахуй, падай, падай, блядь, инсульт, падай, инсульт у тебя, все, сейчас посадят, если не увезут. Я не готовился, и, знаешь, Ефремов такой, в смысле ты не готовился? Я не готовился, быстро вы инсульт, быстро, быстро, блядь. Ты же актер, да, блядь. Ты же актер, давай. Не, ну, это, конечно, полная дичь, то есть, у нас, короче, если ты не знаешь, по-моему, 1, что ли, процент оправдательных приговоров или что-то в этом роде, и если дело не развалилось до, ну, до судебном порядке, то, скорее всего, тебе срок дадут уже, хоть какой-то, но дадут. И люди в таких ситуациях, когда дело очевидное... А его спросили, а его спросили Пашаевы недавно про это, короче, ну, когда сменил адвоката Ефремов, его спросили, он, во-первых, обвинил адвоката потерпевших в том, что это он все сорвал, а потом сказал, что, типа, пьяное ДТП, это, типа, что-то... Это не судебное дело. Я тебе такую хуйню сказал. Это дело компенсации, типа, чисто с потерпевшими. Юр, Юр, ты посмотри его, блядь, выпуск, короче, Соловьева шоу, конечно, это тяжело смотреть, но я больше шизы вообще не видел. Я реально где-то на первом часу уже начал думать, что это я с пять. То есть, там в начале момент про то, где, типа, Соловьев говорит чайку. Он такой, да не, не, а то что-то вы плохо выглядите. Да я устал, болеете. Да нет, я... Нет, вы устали? Нет, я болею. Болеете? Нет, устал, блядь. Блядь, как это вообще... Как будто это комедия какая-то про Остапа Бендера. Знаешь, как Остап Бендер в шахматы играл, так и он в суд попал. То есть, абсолютно рандомный какой-то... Или когда он говорит, типа, а вы знаете, что, типа, когда вы под домашним арестом или в СИЗО там что-то... И Соловьев такой, ну да, типа, день за два идет. Он говорит, нет, 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 0,5 за один, блядь. Что, блядь? Ну я так и сказал, день за два. Нет, нет, сказали 0,5... День за два. Ну я, кстати, был удивлен, что это, наверное, единственный был шанс Соловьева собрать больше лайков, чем дизлайков. То есть, прям, у него в последнее время куча дизлайков, и, наверное, реально нужно прям вытащить какого-то Пашаева, чтобы, ну, люди начали любить Соловьева. Я бы на месте Соловьева начал еще глубже копать. Да, 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 это удивительно, но Соловьев хорошо смотрелся хоть на фоне кого-то. Не, ну, грубо говоря, я тебе... Ну, то есть, я хочу, да, закончить... Ну просто, если обычному человеку для того, чтобы выглядеть не ебанатом, нужно посадить Соловьева, то Соловьева минимум Пашаева. Это как бы уровнем глубже, блядь, ёпта. Не, ну смотри, короче, закончу мысль. Если, ну, это и так все понимают, если дело дошло до суда, и оно очевидное, ну, блин, очевидно, да, что за рулем был Ефремов. И если ты по всем сознаешься, идешь в особом порядке, то тебе скинут, там, заявку с повинной, там, скинут 15-20% срока за содействие следствию, за хорошие характеристики, за то, что ты пошел как раз в этом особом порядке, и у тебя получится, ну, там, половина от того, что запрашивает прокуратура. А если не бесить прокурора, то и он, там, запросил бы, ну, лет 5, наверное, и дали бы ему, там, 2-3 года. А я вот так сказал, и меня в комментах расхуесосили к хайлайтам на лайв-канале. Нет, а зря, потому что по закону нельзя. Я тебе объясню, что там. Они такие, Юра, ты не понимаешь, что делает Пашаев. Пашаев не признает вину, потому что, если признать вину, то нельзя будет потом подавать апелляцию, что ты, типа, не виноват был. А он, типа, поддержит его там год, все забудут, и, типа, он его выпустит, и все уже, как бы, не вспомнят про это. Нет, смотри. Интересно, что эти люди из комментов, которые эту хуйню писали, думают теперь, когда уже Ефремов сказал, блядь, меня поставили, мне нужен другой адвокат. Они все еще думают, что это? Во-первых, во-первых, Ефремова не жалко в этой ситуации, но, блядь, я не знаю, что у него было в голове. Он что, неадекватен реально? Или он продолжал пить все это время? То есть, ну, как бы, мозг-то должен хоть включаться, хоть, ну, даже пропитый на столько, хоть чуть-чуть. Во-вторых, он, ну, типа, мало того, что он окончательно уничтожил репутацию всей этой клоунадой свою, так еще реально получил просто конский срок. Хотя, ну, типа, он реально убил человека, но законодательство у нас не настолько строгое к этому. Да, главное, чтобы это, не дай Боже, там, не продавал каких веществ запрещенных, не оскорблял память каких-нибудь событий важных. А так, ну, еще, господи, как сказал Пашаев, это вообще дело не судебное. Это дело договориться с потерпевшими. Пусть, ну, по судебной практике, там, по-моему, в процент попал, короче, Ефремов по своему сроку, пусть и до того, как наказание увеличили по пьяному вождению, но чувак, который 8 детей убил, по-моему, на остановке, получил столько же. Ну, для сравнения, да? Да, признавшись. Да, ну, соответственно, удивительная ситуация. Представляю, как Ефремов заходит в камеру, там, этот чувак, ему уже скоро выходить, а Ефремов только-только присаживается. Еще там была история, что у самого Пашаева вся семья, оказывается, попала, погибла в ДТП из-за того, что пьяный водитель виноват был, и, возможно, это какая-то месть. А Ефремов был в курсе, блядь, епта, интересно. Я не знаю, но лучше, наверное, знать, кого ты назначаешь. Нет, но с другой стороны, я готов представить ситуацию, что, например, ты абсолютно неизвестный человек, или там просто богатый человек при деньгах, и ты там попал в такое ДТП и назначаешь адвоката типа Пашаева. Тот говорит, вот, даешь мне 10 лямов, я нахожу за 2 ляма, опять-таки, бомжа, что-то все завязано на бомжах. Все держится на бомжах. Конечно, бомж в суде говорит, что это он был за рулем, получает 2 ляма, допустим, и едет на 3 года в колонию поселения, а ты освобождаешься. Ну, то есть, это такая система, где адвокат решала. Но я не думаю, что кто-то перепутает бомжа и Михаила Ефремова. Да, в этом все и дело. Они, конечно, по общему алкогольному состоянию примерно одинаковые. Когда? Нет, перепутать бомжа и Михаила Ефремова вообще не составляет никакого труда, блядь. Он реально похож на бомжа, особенно в текущем его состоянии. Но, грубо говоря, когда за твоим, блин, делом следит вся страна, вся страна пытаться звать каких-то одноглазых свидетелей, которые там, ну это же бред. Это очевидно, что не сработает. Ну, а Ефремов, ну сам виноват. По-моему, очевидно было всем, кроме Пашаева, блядь. Ефремову не было так очевидно. Он реально поверил, что, ну я же, наверное, могу сказать, что... Слушай, мне кажется, знаешь, мне кажется, в определенный момент ему так нассали в уши, что он уже начал верить, что это не он был за рулем. Он, конечно, пьяный, ты же нихуя не помнишь, на самом деле, ну, грубо говоря. Ну, не-не-не, подожди, это правильно. Ты нихуя не помнишь, но при этом ты помнишь. Знаешь, ты, типа, нихуя не помнишь, но заходишь, например... Ну, в этом плане иногда хочется, знаешь, ты такой думаешь, блядь, а может... А кто же толчок обоссал, если не я? Может быть, может быть, бомж, блядь? Это как в серии Саус Парка, когда, типа, Карпман верил, что он шутку придумал, блядь, так и тут, короче. Только с гораздо более грустным оттенком, так сказать. Нет, безусловно, какие-то вещи были правильно сделаны, то есть, там, дополнительные экспертизы и все остальное. Во-первых, это затягивает время, действительно идет в зачет, который ты будешь отсиживать потом по коэффициенту выгодному и так далее. Но можно было, там, я не знаю, какие-то вещи пытаться доказать, если бы этот курьер был пристегнут, то последствия были бы не такими жесткими и так далее. Ну, то есть, как-то сбивать... Когда у тебя здоровье, как у Ефремова, и возраст, как у Ефремова, у тебя нет выгодных коэффициентов. Выгодный коэффициент это день за пять, там, или и то он... Да он не такой старый, блядь, он моложе Брэда Питта. Ты не считаешь, что Брэду Питту в могилу пора, блядь, грубо говоря. Или там, что если Брэд Питт получит, там, пятеру, блядь, за их устает, правда, за что? Ну, типа, что он, блядь, умрет на зоне. Просто Ефремов, блядь, я не знаю, он довел себя до какого-то просто дичайшего, хуевого состояния. В этом плане, возможно, даже пошло бы ему на пользу, там, два года, там, три провести... Почелебонить немножко, да? Почелебонить, да. Но восемь лет, как бы, я боюсь, что челебонь к ним, как бы, и не пахнут. Даже несмотря на то, что, естественно, там, после определенного количества времени он сможет подать по УДО, амнистии всякие и так далее. Зато какой будет драм-кружок в этой колонии. А он же на общий режим уехал, даже не в поселение, получается. Слушай, мне кажется, нужно какие-то... Не будет там драм-кружка у него! Нужно какие-то такие тюрьмы открывать для таких, ну, такие, знаешь, там, вот, чтобы прям прайм-тюрьмы, где сидел, вот, там, вот, Кокорин, когда он сидел, там, хорошая футбольная команда. Тут Ефремов заезжает, типа, достойный актер, потом... Там, посадили тиктокера какого-нибудь, его сразу там... Историк, историк, там, отличный, типа, лекции ведет про Наполеона, бля, идите, послушайте. Лучшая тюрьма на свете, просто. Как, блядь, отряд самоубийц, ну, знаешь, типа, такие самые такие... И еще можно водить людей, там, на экскурсии, знаешь, показывать. Вот, смотрите, сегодня у нас выступает Ефремов со своей театральной труппой, показывает нам этого, блядь. Женитьбу Фигаро. Я Ефремов говно. Ты видел, как он на спектаклях этот... Никогда не видел фрагменты? Он просто вот посреди... Ну, он что-то говорит, он такой, типа, блядь, я текст забыл. Или там... Просто, типа, ну, облокачивается и начинает разговаривать со зрителями. Ну, ты представляешь, что здесь посреди процесса, то есть, как бы... Не, мой любимый актер все-таки Панин. Я за Ефремовым не так пристально слежу. Да. Вот. Все эти гнусные дипфейки... Чтобы было, если бы он на зону попал. Все эти гнусные дипфейки, конечно, подпортили ему репутацию, но... Да. Я думаю, на зоне... Прибор, на деле, уехать из России человек. Я думаю, на зоне все еще помнят паренька из жмурок такого, который... Не, ну а че? Да ладно, ну, блин, ты же видел, с какими людьми иногда Панин там фотографировался, держась за руку. Поэтому мы не должны развивать эту тему. А-а-а, точно, да, да. Да-да-да, иначе мы можем... Это не настоящий был Панин. Гнусные дипфейки. Да, это был этот, банкетный Панин. Фистинговый Панин. Надувной. Реалистичная японская игрушка. Они умеют двигаться, говорить, давай, суй мне ногу в очко. Да, причем на русский перепрошитое с помощью компьютера или брус. Технологии. Да, ну, блин, все-таки не может не радовать, что развиваются они. И в нашей стране тоже. Пусть и таким странным способом. Скоро такая кукла Панин будет в каждом доме, друзья. Вот до чего будущее дойдет. Каждый из нас сможет прикоснуться, так сказать. Одной ногой здесь. Можно я откажусь, короче, от такой чести, так сказать. Ну, да ладно тебе. Если бы прям тебе своего персонального Панина дали. Я бы предпочел все же, я не знаю. Забухать с ним? Нет, куклу там, что-нибудь другое, короче. Пусть что-нибудь другое. А не, не, а все бы предпочли куклу какой-нибудь женщины. Либо берешь Панина, либо никакой. Ну, тогда, конечно, беру Панина, если никакой не дают. Слушай, на края из него можно стильную вешалку сделать. Нет, во-первых, его можно перепродать. Во-вторых, в его жопе можно прятать что-нибудь, типа, блядь. Так я и говорю вешалку. Ты на него все повесил, повернул жопой кверху и зонтик вставил, например. Если дождь пошел, вынул зонтик. Оп, удобно. Куклу Панин, покупайте. Да, слушай, это, наверное, даже лучшее бизнес-предложение, чем то, что Тесак для тебя придумал. Слово, о людях, на которых все повесили, наверное. Так, собственно говоря, в общем-то, наверное, нам больше нечего сказать про этого адвоката. В принципе, про него-то все понятно уже. Но я вот думаю, что же он будет дальше делать? Вот какой у него... Куда следующий зов приведет Эльмана Пашаева? В какое еще сложное дело? Потому что я смотрел его историю дел, они у него все сложные. То нужно нанять двух братков, чтобы запугали какую-то свидетельницу. Да. То еще что-то отжать там, типа, дорогу перекрыть. То взятку кому-то дать занести. То есть, где сейчас нужен Супермен в стране? Кому больше всего необходим сейчас Эльман? Как ты считаешь? Тут трудно сказать. Нужно ждать следующей какой-то новости подобного характера. И тогда, как бэт-сигнал, блядь, над Готэмом засияет, типа, что Эльман, буква Эй большая, нахуй. Эй, машина эхал. В общем, на самом деле, от этого суда, ну, как бы всех хотели справедливости, но от этого суда осталось впечатление клоунады, честно говоря. Ну, клоунады это еще не самое плохое, знаешь, типа, ну... Просто там и обвинитель был, как бы, сам знаешь, специфичный везде, весьма, ну... А ему, наверное, дали, знаешь, по блату самого такого начинающего, скажем так, обвинителя. И в итоге все равно восемь лет. Как так? Фу, я перепутал. Я, обвинитель, это государственный, это прокурор. А может, я его не видел просто, я имел ввиду адвокатов потерпевших. А, так ты это, блядь, продак... Да-да-да-да. Ну, он бесплатно пришел защищать, но это тоже цирк ебаный, он в бабочке, вы охуели что ли? Я не хочу, чтобы, блядь, по интересу защищал чувак в бабочке какой-то, блядь, просто дичь какой-то, блаженный дед, нахуй все. И, кстати, блядь, Жигурда его вскрыл, у него нету диплома. Ты не видел, как Жигурда стоит и орет, типа, Добровинский, Добросвинский, покажи диплом, покажи... Мне больше понравилось про Миша наш не виноват. Миша наш не виноват. Как там дальше? Ты что, там взад кому-то, кто это все придумал? Блядь, сколько же фриков вот собралось, да? Взад тому, кто эту ложь. Их как будто манит магнитом. Знаешь, они чувствуют, что там будет телевидение, едут все туда, там, руки-базуки, все эти, там, надувные губы какие-то. Стас Борецкий, блядь. Стас Борецкий. Блядь, вот Стас Борецкий, мне кажется, ради хайпа, он же вроде и признался, что это он был за рулем, но надо было уже тогда его и в... Почему, да, Пашаев не допросил, если есть человек готовый сознаться? Конечно. Там можно было, знаешь, такое дело развернуть, там, типа, что Борецкий... Что из-за того, что машина не была рассчитана под такой вес, какие-нибудь ресоры не выдержали и вылетели навстречу из-за Борецкого. А потом он упал с лестницы и пернул. И пернул, да. В той комнате, где ВиДжи Линк поцеловал Людмилу. Да, ну, я, конечно, больше... Мне было интересно смотреть ту часть, где габзавры заливали, и они там потом рамсили, но то, что было дальше, это... Мне кажется, что это лучше, чем Дом-2, на самом деле. И дешевле. То есть, смотри... Это уже давно лучше, но ты был прав, вот эта грустная история про белорусскую девочку, которую там сняли из-за угла и разорвали, так сказать. Возможно, вот это был именно тот самый... Та самая нить спасения для ВиДжи Линка. Возможно, он бы полюбил ее, и они бы были вместе, родили бы красивых маленьких ВиДжи Линкят. А в итоге чувак, который просто залез во время вписки в комнату, спугнул. И теперь вот уже мама габзавра, так сказать. Но я считаю, что это не самый плохой вариант, во-первых, потому что у нее преданная... Там был и сам габзавр, что ли, или что? Габзавр таймер засекал, когда они сосались. Хорошо. Это как бы, ну, такое, добавляет... Я говорю о том, что насколько было бы дешевле показывать вот эту хуйню, например, в прайм-тайм по ТНТ вместо Дома 2. Там, смотри, этих бледей надо набрать, отвезти на какие-нибудь Сейшелы, блядь. Куча операторов, хуйни. А то же самое, драки, блев, ссоры. У габзавров все это концентрировано и прям, ну, очень дешево. Реально, блядь, один эфир, это там, 4 баклахи им поставить, да и все, блядь, ебта, вот, ведут на всю страну. Я считаю, нужно все-таки заинтересоваться семейством Яшинах. Если у вас есть свой телеканал... Ну, на самом деле, уже делают на этом бизнес. Я же тебе скидывал этот ТикТок, да? Ты видел, наверное, его, не стал смотреть. Я, честно говоря, его посмотрел, где корова в рот доет, ну, ты понял, да? Да, 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 то есть уже видишь, даже, ну, типа, такие вот сельские бизнесмены, они начали чувствовать спрос на эту чернуху и начали вот эти дикие какие-то скетчи снимать, где школьницы порят друг друга, так сказать, резиновыми какими-то штукенциями. А ты не видел, что сейчас сделали целый этот, блядь, короче, ТикТок-хаус, блядь? И там, короче, я посмотрел вписку, ну, они брали у них интервью, там, блядь, чувак, бездомные какие-то, блядь, сирота, тёлка, которая там с родителями разругала. Ну, короче, прям как будто реально, как вот Ласковый Май набирали, знаешь, из детдомов, блядь. И их всех заселили в хату, и они там теперь снимают ТикТоки. Я думаю, следующий шаг – это начать отбирать талантливых ТикТокеров у матерей при рождении. Да, раньше, ну, были скандалы, то, что собирают вот эти вот хаты с вебкамщицами, да, то есть какая-то такая интернет-проституция, а сейчас, видишь, ТикТокеры, короче, пришли на смену шлюхам. Да, ну, шлюхи тоже могут, кстати, в ТикТок, я думаю, там несложно. Они большинство, как бы, ну, техник уже знают, надо просто реквизит поменять и немного, это, ну, музыки добавить. Интересно, какой? Популярный. Ты не видел? Я, блин, чувак, ты меня на два года моложе, но мне, когда ты меня догонишь по возрасту, то ты поймёшь, что мне уже вообще неинтересна ни музыка, ни ТикТоки. Там в ТикТоке такие, типа, музыка, это не музыка, то есть там просто какие-то долбоёбы записывают какую-то поебень, либо это старые какие-то треки времён, знаешь, мобилок, 3GP. Если вы реально хотите лёгкой популярности, начните делать треки для ТикТока. Просто, типа, например, запитчите голос, такая, Я ебанаска, я ебанаска, ебанаска. Всё, 150 тысяч, блядь, ёпта, просмотров ваш разлетится, и завтра это тренд, нахуй. Все будут говорить, я ебанаска, я ебанаска. Это самое перспективное направление. Я считаю, что мы с тобой должны, блядь, взять яйца в руки и пойти снимать ТикТоки. Тут согласен, но я тогда бы сориентировался не на ТикТоке в стиле я ебанаска, а на ТикТоке в стиле пацан, типа, стата волка, короче. Они сейчас популярны, реально. ТикТок лухаря. Да, но тем более они сейчас, короче, такие, знаешь, на полу вне закона, потому что, типа, АУФ, а, бля, не АУФ, АУЕ стала запрещенной в России организацией, типа, и, соответственно, сейчас каждый, кто ведет такой образ жизни лухаря, он, как бы, полукриминал уже, на самом деле, по большому счету. Я из всего этого запрета слышал только, что в итоге это кончилось тем, что нашли каких-то владельцев паблика, которые записали песню, типа, что-то с неуважением по отношению к сотрудникам полиции, типа, дали им по сколько-то лет и забрали все бабки, что они с паблика этого заработали за всю хуйню с продажей мерча и это, поэтому... Причем там какие-то вообще, знаешь, такие по 30 лет, какие-то подпивасы, блядь, там чувак, чувак, его жена и какой-то просто долбоеб еще, просто друг семьи, блядь, то есть... Блядь, вот ты заводишь, ты заводишь паблик пацанских цитат, грубо говоря, и ты никогда не знаешь, через сколько лет тебя за него на зону, блядь, отправят, это просто смешно, что вся борьба с АУЕ уперлась в то, что просто трех человек нагнули, блядь, одного, словно двух посадили, отобрали бабки, это прям такое, вот... Чё, АУЕ дохуя? Ну-ка нахуй, поехали, блядь, на зону. Блядь, это реально, ну, такое преступление и наказание, а... Я вот что-то тоже, типа, периодически напрягаюсь от каких-то вещей, которые раньше казались абсолютно нормальными, ты помнишь историю про то, где ты, там, пивко сосал в кадре, а потом тебя начали напрягать по линии этого, либо против, что-то он там натягнал, там... Да-да-да-да, что-то... Я недавно, короче, записывал видос, просто ездил к Мурку, там, мы в какой-то халупе, где он компы собирает, я просто был с пивом и такой, я вот сижу, и потом, ну, типа, скриншоты начали в паблике постить всякие мемные, и я там, типа, с банкой, ну, козела, грубо говоря, да. Я такой думаю, блин, неужели кто-то реально будет думать, что это продакт-плейсмент, потому что я, ну, просто купил себе козел в палатке, потому что это единственное холодное пиво, которое у них было. А ведь кто-то реально может выстроить логическую цепочку, которая приведет к тому, что я гангстер, который, типа, в дичайшем сговоре с чешскими пивоварами, понимаешь? Которые, очевидно, тебе расплачиваются козелом, причем российским. Да-да, гады-блин. Такие ублюдосы, знаешь, их, блядь... Слушай, а мне, на самом деле, вот ты говоришь, а мне, я, может, какой-то странный, но козел российский мне нравится больше, чем чешский, я не шучу. Вот сколько раз, ну, во всяком случае, бутылочный, вот сколько раз я покупал дорогой, вот, который подстольник, да, экспортный козел, и он всегда мне казался, во-первых, ну, каким-то, ну, горьким, что ли, неприкольным, а наш, он реально как бы такая... Вот видишь, я опять рекламирую, короче. Да-да, это секретный сговор. Но, к слову, хочу сказать, что пиво козел действительно достаточно неплохое. Поэтому мы здесь, два тупых козла, собрались сегодня... Для того, чтобы порадовать вас, я даже не знаю... Освежающим, освежающей беседой, которая так напоминает нежное послевкусие... Мороженого радуги. Нет, это я вообще побоялся бы рекламировать. Мороженое радуга, это... Бля, прикинь, прикинь, как охуели чуваки, которые сделали это блядское мороженое, когда ты... Ну, у тебя, блядь, фабрика какая-то ебучая, ты продаешь там, не знаю, блядь, на три города какой-то, кое-как сколотил, блядь, с молокозавода сделал, и ты, блядь, просыпаешься, у тебя миллион уведомлений... Блядь, чувак, ну надо быть все-таки на... Так сказать, держать как-то руку на пульсе истории, так сказать. Когда-то и свастика считалась символом там чего-то, я не помню, восточный... Этой самой... Солнце. Да-да-да, ну что-то там она означала, да, такое, не слишком... Ну что ты явно не то, что будешь? Ты же не будешь сейчас, хотя в Индии, наверное, где-нибудь и продолжают, но ты же не будешь сейчас делать мороженое свастика, там, грубо говоря, так и радуга. Ну, то есть в радуге-то ничего плохого нет, но у нас в стране, типа, есть закон о пропаганде ЛГБТ, ты должен понимать, как бы, что не стоит называть свое мороженое радуго. Все радуги надо везде стереть, закрасить, там, в детском садике, там... Слушай, ну а вообще, давай уж подумаем, сосать мороженое для пацана, это же уже гейство, радуга или нет? Да, поэтому только, ну, блин, если бы у меня был сын, я бы его сразу обучал кусать мороженое, знаешь, чтобы... Даже если бы он потом когда-нибудь начал сосать члены, он бы начал их кусать и таким образом... Я такой, ты что творишь меня, папа? Да, 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 и сразу отбил бы желание, получил бы по башке от того, как бы, кому он, член, кусал, и, соответственно, отбил бы желание на всю жизнь заниматься такими вещами у него. Да, ну и, честно говоря, не уверен, потому что это, я думаю, что можно и зубов лишиться, если в неудачной ситуации укусить-то. Ты об члена-то кому, блядь, жидкому терминатору надо-ка укуснуть? Нет, потом, если укусишь, то есть просто ты... Подумай о последствиях-то. Если твой сын уже оказался в ситуации... Ну, вообще-то... Вообще-то... Вообще-то, да, наверное, так, да, да. Ну, мы будем надеяться, что таком не произойдет, что... И в этот момент ты такой, может, лучше бы я его научил драться, блядь, а не кусать ху**и. Барош, ты. Нет, ну... Блядь, было бы здорово научить драться, но, знаешь, я все-таки не мистер Мияги, блядь, как его там звали. Меня самого скорее пиздят, чем я смогу что-то сделать, поэтому тут... А мне никогда не нравился этот мистер Мияги, мне нравился этот второй чел и его воспитанник, которые были против этих. Они были крутые. Они такие... Блядь, реально, они ходили такие, блядь, серьезные, с такими квадратными ебалами, такими злыми, блядь, крутыми. Они, знаешь, они просто вели себя как мудаки, просто потому что это круто. Они вот просто... У них не было никакой мотивации. Знаешь, как в Баткомиде все время, бля, где здесь мотивация? Там тебя доехали. Вот у них не было... У них, блядь, мотивация просто быть мудаками, ебанами была. Эй, Мияги, чё ты, блядь, чё там твой пиздюк? Когда он опиздюется от моего? Такой, знаешь, типа, чувак, тебе, блядь, сколько? 40 лет, нахуя ты приходишь дрозить? Для него, блядь, для него было важно... Приходишь задирать азиата старого. Для него... Нихуя, для него было важно, чтобы ученики пиздили всех, просто, понимаешь? Как бы это... Как бы увеличило, видимо, его достоинство в собственных глазах. То есть он был злым, чтобы быть злым, блядь. Он был за все плохое... От него жена ушла с детьми, он, знаешь, возвращался домой, плакал, но потом... А там мистер Мияги ебет его жену в жопу, короче. Это как в фильме «Грязь», короче, так и ничего. А он такой, знаешь, типа прям вообще не устает по какой-то вот этой технике, блядь, как он учил этого Дэниэл Сана-то, эти мухи палочками, вот это, и вот он прям своей палочкой, блядь, прям ёбаный в рот. Блин, нет. Замечтал. Короче, это жижа какая-то. Мы уже, знаешь, люди, наверное, вообще не понимают, о чем они 3GP какой-то, как у Мияги, блядь. Чего они судьи? Чего за бред? Вот, поэтому... Я, кстати, как-то нашел порнушку, которая у меня была в 3GP и чуть не заплакал. Ну, в Харезе я имею в виду. Знаешь, я нашел самое первое порно спустя ту его кучу лет, вот реально нашел. Ну, я случайно нашел, или ты искал? Ну, я тоже скорее, я тоже скорее случайно, чем нет. Сколько же мы порнухи смотрим, если мы случайно находим, блядь. Ну, знаешь, есть уже там на всяких запрещенных в России ресурсах, там, в комментариях, есть тема, вот, если это представляет из себя форум, заблокированный Роскомнадзором, то там есть тема, куда ты можешь зайти и там написать. Пожалуйста, помогите. В детстве дрожил. Мужик похожий на крокодила Гену, блядь, пришел домой, увидел фотографию семьи, там, типа, и тут вернулась жена, там. И прикинь, тебе вот прям, ты только-только отошел, думаешь, ну, завтра проверю, а там уже, типа, пелик, чувак, да ты что, посложнее, что бы загадал, блядь. Я тоже там, я тоже, помню, писал там, женщина похожая на Бобби Старр, ставит себе клизму из молока и начинает пердеть, сидя на туалете на черно-белый пол, а какой-то мужик в этом купается. И мне скинули ссылку. Прикольно. Да, да, это интернет, это 21 век. Забавно, что люди так крепко держатся друг за друга, вот именно. Так, это не только к порнухе, это относится ко всему, ты так можешь найти любой фильм, любую игру из детства, что угодно, то есть, только спроси, люди всегда помогут. Можно найти любое говно, я вам фильм не мог вспомнить, короче, про какую-то старую итальянскую комедию, где чуваки крутили фильм без перевода или без озвучки, что-то у них там сломалось, и они от себя, ты знаешь, как перевод гоблина, такой вот в прямом эфире. Вот реально была такая комедия, и мне ее подсказали, я посмотрел, это казалось дикое говно, бля, вообще не смешное. Такое бывает, когда ты в детстве что-то видел, бля, думаешь, вот же смешной был фильм, там включаешь и думаешь, вот же еблан я был, бля, пиздюком. Да, да, в детстве разная хуйня казалась крутой, двойной удар, бля, сландаму. Я, по-моему, 17 раз смотрел «Солдатики», бля, помнишь, был этот «Майор Чип Душигук прибыл, майор Чип Душигук прибыл». Там еще на Турчинского был похож главный «Солдатика». Ну, бля, это говно. Мне это говно никогда не нравилось, эта параша, а вот, хотя, блин, слушай, ты все-таки моложе меня, поэтому у тебя немного другие фильмы были, да и вообще ты плакал над «Человеком эпохи возрождения», насколько я помню. Все еще отличный фильм, хоть, хоть никто и не понимает, где я там плакал, я, в принципе, припоминаю, где я там плакал, отличный фильм. А я помню, а я помню, как ты позиционировал, почему ты заплакал, я помню. Но я могу тебе рассказать, но... Не надо мне, хватит выставлять меня слабым и ранимым перед зрением. Да ладно, слушай, я столько раз плакал над фильмами, блин, даже не могу вспомнить. Недавно совсем было, в последний раз плакал, когда смотрел комедию про Евровидение, где Уилл Феррелл мечтал победить... Бля, как его зовут? Я перепутал, наверное. Это про Исландию, блядь, ёптащик. Да, да, ну, короче, блядь, как его зовут-то, этого чела? Ну, не смешной такой американец здоровый, старый, блядь. Любой. Любой, блядь. Любой, блядь. Ну, может, Уилл Феррелл, короче. Не, Уилл Феррелл, Уилл Феррелл, да? Да, ну, во, все, короче. Я реально заплакал, я даже на этом фильме заплакал, когда персонаж, похожий на Николая Баскова, говорит, что он не гей, как бы, я заплакал. А ты надеялся, что это Басков? Нет, я заплакал от того, вот, как тяжело ему приходится, когда он не может, как бы, принять себя таким, какой он есть, понимаешь? Это ты сейчас твичовскую повестку уже отрабатываешь? Или? Ну, я хочу, чтобы мне потом засчиталось, знаешь, я такой, когда власти... Ну, слушай, кошельки уравновешивают с другой стороны, поэтому тебе максимум в ноль выйдет за сегодняшний фильм. Ладно, ладно, ладно. Слушай, блядь, про кошельки не я загонял, я сегодня был максимально политкорректным. Нет, ты загонял, ты говорил, что тебе об этом говорил, типа, Тесак, но сейчас еще одно, можно сказать, уже никто не подтвердит и не оспорит, извини меня. у меня где-то лежит эта фотка письма, в смысле, не подтвердит, не оспорит. А, ну, хорошо, хорошо. Обижается. Блин, а я тебе жалею, что я ни одного письма не написал. Типа, надо было тоже что-нибудь написать. Ты футболистом зато писал это Маршавину или кому-то? Нет, Кокорину, ну, я что-то это не подумал даже как-то, а теперь видишь, уже и поздно, так что надо думать всегда. Общались, пока можете, потом будет слишком поздно. Какой вывод-то хороший. Ну, и последнее, а, не, ну, две вещи еще, наверное, от Белоруссии события. Мне просто писал какой-то чувак, я говорю, типа, что, ну, вот эти все хождения по улице ничего не дадут, и я до сих пор убежден, что люди могут ходить по улицам сколько угодно, ничего это не изменит. То есть, ну, будет там гореть у этого Лукашенко жопа немного, он будет бегать, как, блядь, чувак из фильма «Такси», этот, комиссар, как его там звали, ну, ты понял, короче, Жибер или какой-то там, ну, еще, ну, и что, блядь, от этого, какой от этого прок, бегает он с автоматами, блядь, все с него рофлят, как бы, фишка-то в том, что президентом он остается быть, и никуда он не уйдет, очевидно, ну, то есть, блядь, если бы я был президентом, последнее, что бы меня волновало, это то, что там даже 500 тысяч людей мирно ходят по улицам, ну, такая хули париться-то, ходят и ходят, блядь, пусть ходят, им же хуже, типа, в период пандемии ходить, блядь, заболеют. я тысячу поставил на то, что Лукашенко уйдет. Ну, я хозем. Это, между прочим, серьезные деньги. Тысячу чего? Рублей. Белорусских? Нет, российских, но я с Ником поспорил, с Черниковым, а он очень бедный, у него двое детей, хочу отобрать последнее, прям, знаешь? Ну-ка, ему надо переставать жениться, блядь, как бы, детей. Лайфхак, да, если у вас слишком много детей, завязывайте, хватит. остановитесь, остановитесь. Остановитесь, что вы, это как у тебя в этом, Крусейдер Кингс, ёпта. Блядь, я, короче, сегодня скатил сейф, я заебался, оттяпывает, блядь, за Уралом, всё, я просто, у меня пригорело, я, короче, хуй забил, блядь, раздал все земли и принял конфессию нормализм, который разрешил инцест и начал, короче, брать себе слабо. Подкатывать к брату? Нет, я стал, не, 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 к брату, там надо искать гомосексуалов, они почти не рождаются, потому что изначально территория была православная. Единственный, кто был гомосексуалом во всем роду, это был царь, который оставал Российскую империю, кстати, но он был, типа, нормальный, правда, так мы проясним, это игра, это мы, да, это игра Crusader's Kings, ну и, короче, может показаться, что просто началась лекция Чудинова или Рыбникова. короче, я принял где-то в 1044 году нормализм, что разрешен инцест и начал искать по всему миру слабоумных жен своему царю, короче, и, типа, слабоумные жены рожали тугодумных дочерей, и я начал спать с ними, но при этом изначально первой слабоумной женой, я ее специально выкультивировал, была моя сестра. Не, я просто уточню, я просто уточню. И таким образом я начал спать с собственными дочерьми и сестрами, то есть там даже в летсплее видно, что так и написано, типа, дочь-сестра заслуживает любви своего отца, блядь, вот это вот на Твиче норм, а если скажу пидор, то в бан, да? Не одобряю, осуждаю. Я понимаю. Но я лишь хочу сказать, что действительно на этом династии прервалась в какой-то момент, то есть, ну, начался пиздец, и все. А после тугодумных дочерей не было, тугосеренных внучек, или что? Нет, 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 к сожалению, когда они начали рождаться, ну, так как мы уже не способны были защищать ни корону, ни титул, ничего такими. Нет, есть мир собственные, скажем так, какие-то... Пришел Чингисхан и всех отпиздил, короче, и на этом все закончилось. Я не успел насладиться в полной мере. Но есть люди, которые, блядь, Папу Римского съели, короче, они приняли каннибализм и съели Папу Римского. Приплыли и съели. Мы же в натуре приплыли, ёпты. Ну да, так что в Беларуси еще не все так плохо, надо сказать. Друзья, по крайней мере, у вас пока еще не съели Папу Римского не приплыли. Не, просто мне писал чувак, он реально 15 донатов отправил о том, что, типа, все бастуют, все протестуют, типа, вся власть Лукашенко держится на креветочном бизнесе. Я об этом впервые слышал. К креветочном? Я сначала подумал, что меня тролят, креветку и трактор, блядь. Я сначала, блядь, рофлял, тоже говорю, какой нахуй креветок, но он меня убеждал, креветочный бизнес, креветочные какие-то фирмы, и в итоге, типа, креветки перестают выпускаться, производиться, и Лукашенко нечего будет есть. В итоге ему дали полтора миллиарда или сколько там, так что я думаю, что... Креветок, блядь? Нет. Ну, прикольно, Путин такой сгружает, блядь, креветки, нахуй, живые, живые, он же их разводит, я думал, креветочный бизнес, типа, знаешь, большой такой какой-то водоем, и в нем, типа, разводишь креветок, типа. На самом деле, кроме шуток, я так понимаю, позиция провластная это поддерживает Лукашенко, но я все же надеюсь, что ты выиграешь свою тысячу рублей, я так это сформулирую, даже. Не понимаю, почему, как Crusaders Kings не принять новый закон, так сказать, о том, что президентом Беларуси может становиться с 15 лет, и поставить Коленьку, ты видел, какой он симпатичный парень? А телки, телки текут от него, я видел вообще. А ведь телки, это те, кто протестует в Беларуси, блядь, они как будто хотят Коленьку, понимаешь, они все вывалили на улицу, но они боятся признаться, то есть, это же женская революция, и если Коленька будет, то, мне кажется, просто Лукашенко уже перестал возбуждать, раньше он был статусом мужчины, но сейчас он уже реально похож на комедийного Жибера, а Коленька, это вот... А, кстати, вот про это говорил то ли Глуховский, Глуховской, как его, короче, что... Галковский, что ли? Нет, Глуховский, ну как... Галкин. Глуховский, это который Митрон, Галкин, Максим Галкин. Гальцев, Гальцев, Юрий Гальцев, вот. Бля, я понял, я понял, что он говорил, что... что президент остается, может держаться как бы вот президентом до тех пор, пока его по телевизору типа видят женщины, и он им снится там во сне в эротических снах или что-то такое. Вот как только перестает, скажем так, являться президент в спальне, скажем так, простых россиянок начинаются вот протесты. Вот, соответственно, получается, что Александр Григорьевич уже вот перестал являться в сны и поэтому его место занял Коленька, логично. Бля, не хотел бы я жить в Германии тогда, получается, что ли? А, ну, слушай, а в Беларуси, то есть ты лучше к тебе пришел Лукашевский, чем Меркин? Я бы в Хорватию переехал. Хотя можно и в России остаться, понимаешь? Можно во Францию, если Макрон приведет свою училку, знаешь, там типа так чисто, как визжилин. Я представил, как Юрий Гальцев это действительно говорит вот этим самым. Пальцем носиком я, мне там лишнее на конь. С удивлением замечаю, носик палец, ты не мой. А помнишь, была хуйня в этом, в аншлаге, вот я чел надевал, блядь, чулок на голову и был я не знаю, блядь, как его звали, как его звали, блядь. Да-да-да, эту хуйню можно сейчас отправлять, блядь, как это, типа, Russian Humor, блядь, со-рэсист, блядь, этот, типа, который там, с Новым Годом пошел нахер. С Новым Годом пошел нафиг, да, он говорит, с Новым Годом пошел нафиг, блядь, и чувак ведь не был даже, ну, ни капли темным, он просто брал, надевал перчатки, капроновые чулки, блин, это никому не казалось жестко оскорбительным в те времена, то есть, я помню, я реально это смотрел, никто из родителей. Да у меня и бабушка смеялась, и все, никто. Да-да-да, но это же, если сейчас вдуматься в эту хуйню, это такой пиздец. Где-то вообще выпадал, знаешь, там типа, А может быть, это не пиздец, я не знаю, но может быть, нам навязали, что это пиздец. Сейчас есть люди, которые считают, что анимешник, который резиновые члены, сосет герой, потому что он, типа, знаешь, вот эти записывают видеочаты, где это самое. Я тоже так считаю. Да? Да. Блядь, мы... Я просто в подполье Твича, понимаешь, меня обед... это андерграунд, то есть, такой. Да-да-да-да-да, это как бы, чтобы противостоять всей этой политике. Но, кстати, надо ему предложить идею с чулком наебала, я думаю. Да, чё геморроится вот с этой хуйней, покупаешь черный чулок. Кто-нибудь передайте, как его там зовут? Как же звали того этого? С Довым Горем по щель нафиг. Лук... Лукамо... Лук... Лукашенко, блядь. Лукакин какой-то, блядь. Лукашин, может быть, нет? А? Лукашин? Нет, опять Лукашенко, получается? Хуйня какая-то. может. Лу... Лу... Луперкаль. Луперкаль. Да нет, я помню, что Лу... Лука... Лукакин, блядь, по-моему, все-таки какой-то. Новым горем пароль нафиг! Он еще... Гугли достаточно... Помнишь, он еще в конце дебильную улыбку дел и растягивал вот так? Новым горем пароль нафиг! И махал вот так долго-долго рукой! Ну я осуждаю, я осуждаю, прекрати, блядь, немедленно! Б-Л-М! 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 У нас еще осталась одна тема, с которой, наверное, надо было начинать, потому что она по хронологии более-менее первая, Хабаровск, получается. Там протесты и сидит, получается, Сергей Иванович Фургал уже довольно долго и те люди, которых называют его подельниками, их тоже заставляют, ну не заставляют, а работают, так сказать, с ними, чтобы они уже сами сотрудничали со следствиями. Ну и продлевается, не знаю уж насколько законно, содержание подстражей, то есть в СИЗО. Ну, что здесь сказать? Меня спрашивают часто, я тоже спрашивал у людей из партии. В законном русле здесь трудно что-то предпринять, то есть там, типа, берут лучших адвокатов, назначают, стараются, но фишка в том, что здесь чуть ли не как в истории с Тесаком, то есть даже сам Владимир Вольфович Жириновский, когда хотел увидеться с Фургалом, побеседовать, привели людей просто, показали пустую камеру, сказали, что следственный эксперимент проводится. Хотя, какой может быть следственный эксперимент по делу, который был там 20 лет назад в Хабаровске в Москве? Расскажите, где вы были тогда в ту ночь 20 лет назад? Я, кстати, знаешь, всегда удивлялся, когда вот эта херня вот в фильмах, знаешь, ну, типа, подходит и говорят, так, 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 а где вы были там, например, 14-го числа? Я ебу, что ли, блядь, где я был? Вы че, ебануты? Не, почему-то, почему-то считается, что люди должны какие-то вещи запоминать, но, возможно, это связано, когда ты действительно делаешь преступление какое-то, например, кого-то расчленил там, можно запомнить, но когда, там, ну, я же попадал в похожую ситуацию, там, типа, где вы были 7 лет назад, там, и так далее, да я понятия не имею, я еще и пьяный был, скорее всего, о чем вообще разговор, я не помню, где я неделю назад был, блин. Ну, короче, понятно тоже, Ефремов, назовем это Гамбит Ефремова. Гамбит Ефремова, я пиво искал, блядь, вот я теперь всегда буду отвечать. Шел, блядь, не мог найти, где козла найти. Где пиво, вообще непонятно, что это такое, без пива человека оставили. Я вообще без всего остался. Лучше бы он, блин, на самом деле, мне кажется, машина подвела, такая тачка, конечно, здоровая просто, еще и в таком состоянии, надо было на каршеринге ехать. Ладно, я шучу, а то потом скажут опять, что это самое. Знаешь, сейчас стрямно в интернетах, конечно, так занес что-нибудь, а потом будешь отвечать. Потом будет это, Владимир Вольфович, к тебе ходить, тебя будут не пускать. Да-да-да-да-да. А где тот шутник, который, типа, это, про каршеринг шутил, там, до того, как... А знаешь, а Ефремов вышел из тюрьмы, пьяный сразу сел, блядь, в этот, и дили мобайл, блядь, въебался еще раз. Типа, а что это он призывал? Не-не-не, сначала сел, доехал, взял выпить, блядь, ёпта, выпил и... Пиво, пиво, нашел пиво, так сказать. Въебался просто. Блин, зато прикинь, реально, выходишь через 8 лет, как охуительно холодного пивка пиздануть было бы, ну, будучи Ефремовым, я имею ввиду. Да я думаю, ему и там, на воздушных шариках каких-нибудь переправят, блядь, туда. Да, я думаю, там даже, ну, трудно себе представить, что, знаешь, там, наверное, чувак, который, ну, там, хозяин колонии, или как они там называются, наверное, Наконец-то, телевизоры в каждой, это, плейстейшены, сыну мне нужен компьютер, макбук дочери, планшет хочу себе, чтобы удобнее было, эти, графики рисовать, прогулок, и Ефремов такой, все, что угодно вообще, купим, только бы мне выпить, блядь, сейчас. нет, мы же знаем, что, как бы, вот, приходят же иногда фотографии из зоны, где какие-нибудь там люди вдруг, там, поросенка едят, там, черную икорку, шампанским запивают, так сказать. То есть, все-таки есть где-то хорошие зоны в России, где можно неплохо проводить время, получается? Ну, да, это все возвращает нас к идее о суперзоне, где вот Ефремов, да, когда-нибудь... вот, кстати, на самом деле, блядь, если говорить серьезно, то, здесь, мне кажется, должна быть система, как с платным, бесплатным образованием, медициной и всем остальным. То есть, если у тебя есть бабки, то зачем вот нужно подставлять людей, да, делать все неофициально как-то, или там максимально, там, если у тебя есть бабки. Вот они же уже начали, да, вот поставили там киосок, да, и вроде как тот, у кого есть деньги, может какие-то там вещи себе заказать, там, Тик-Так какой-то, там, Твикс, шоколад. Онлайн им можно заказать. Ну, да, онлайн им через планшет. Ну, давайте уже тогда просто пойдем дальше, давайте будем делать платные камеры, блядь, ну, грубо говоря. Нормально. И платных бледей туда. Я помню, я загремел в бесплатную больничку, а должен был по плату лечь, типа, на платный этаж, но там оказалось два брата-близнеца-врача, и меня, короче, положили в обычную. Я охерел там за день, грубо говоря. Два брат-близнеца, это ты имеешь в виду из дальнобойщиков, которые эти? нет, блядь, два врача-брата-близнеца. Мне сказали, ой, это он, подойди к нему, он тебя в палату отведет. Я подошел, меня отвел, блядь, в самую нахуй усратую палату. Я еще такой думаю, если это по блату, то что, где тогда люди, блядь, сидят, блядь, сразу в морг, что ли, нахуй прыгают. И, ну, потом я говорю, что-то, я говорю, жопа какая-то, говорю, типа, он говорит, ну, блядь, а что вы хотели, у нас есть платный этаж, как бы, ну, блядь, он там, типа, денег стоит, я говорю, ну, блядь, я уже заплатил за него, ебда, блядь, ну, естественно, типа, через, там, буквально 12 секунд я был на платном этаже, так сказать. И чё, как? Я вот никогда на платных этажах не лежал. Не, ну, я бы сказал, говно, по большому счёту, тем более, ну, всё-таки больница, это больница, если бы я не провёл день, блядь, в обычной палате. Я хочу сейчас выёбываться, да, то есть говорить, что у меня там есть деньги, чтобы хуй забить, и там, типа, нормальную палату. Эй, денег, да хуй! Да, 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 и что я там гнида какая-то, или там смеюсь над теми, кто бесплатно лечится, или там, типа, вообще уже охуел, и так далее. Но я просто хочу сказать, что бесплатная больничка, это, конечно, блядь, далеко не сахар. Типа, я думаю, вы прекрасно это понимаете, что даже люди, блядь, в коме пытаются в Германию, блядь, улететь, поскольку, лишь бы, блядь, не лежать, блядь, под тараканами и прочей хуйней и с опосравшимся дедом. Вот почему здоровье нужно беречь с молоду, блядь, ёлк. Надо думать не о том, что вы лечиться будете, а где и как. То есть... Так вот, погоди, нахуй, лечение, лучше вообще не болеть, действительно, но я к тому, что почему бы не сделать реально для людей, типа, платные камеры. Во-первых, это для ФСИН было бы хорошо, то есть, дополнительные бабки, плюс сами чуваки зоны, они, ну, там, напрягались, как-то пытались встать на путь исправления, чтобы каких-то бабок подлутать. Ведь ты же даже не знаешь, что это целый бизнес такой, разводить лохушек на бабло, что ли. Группа ВКонтакте, типа, жду у нее, блядь, там, типа, ночью у окна, там, и прочая хуйня. Они реально там ищут себе зэков, потому что считают, что, ну, типа, не сидел, не мужик. Ну, правильно, потому что он... И там РСПш половина, они готовы, вот все деньги, которые алименты муж отдает, блядь, они, короче, то есть, типа, представь, что там какая-то из, там, бывших жен, там, Черникова, грубо говоря, там, типа, его бабки просто перечисляют на зону куда-нибудь. Вот у него денег и нет, блядь, он еще и тысячу тебе проспорит, теперь тебе не стыдно? Ну, короче, я бы эту хуйню узаконил, действительно. Если есть бабки, то, как бы, сидишь в таких полу, хотя бы, ну, знаешь, это как платная больница, она там старается закосить под бесплатную самую хуевую больницу для бомжей из Европы, ну, чтобы вот такой вот уровень был хотя бы. Мы все видели в каких, например, условиях сидит Брейвик, да, и сегодня видели хоть и часть, но условий, в которых был тесак, так сказать. Слушай, ну, мне кажется, если ты себе возьмешь элитную вип-камеру с кучей шелковых подушечек, матрасика, а люди будут сидеть, блядь, в туберкулезной камере, блядь, с какими-то тараканами, то они, наверное, не очень хорошо будут к тебе относиться. Так я, так, ты не должен с ними пересекаться никогда. Ну, а если не повезет, вдруг... А каким образом? Так это должно быть полностью отдельно. Отдельный этаж, как в больничке. А вот дверка не закрылась на этаже, знаешь, вот чуть-чуть ногой кто-то, блядь, елтарь. Не, ну, такие, ради этого... Нет, с такими вещами должны следить, так сказать. Да даже в летнем лагере порядок никто не может навести, как ты в тюрьме-то, блядь, его наведешь, нахуй. Ну, да, согласен, конечно, тюрьма, это... Вообще, дебильная идея пытаться людей заставить что-то одинаково делать, нет бы, блядь? Вот, например, ты как хочешь сидеть? Хочешь копать Байкало-Амурскую магистраль? Свежий воздух, блядь, лопата, блядь, копай. Хочешь сидеть в одиночной камере, блядь, сиди в одиночной, хочешь там, блядь, сидеть, где 50 человек, блядь, ёпта, в камере на 20, сиди там, чтобы, ну, каждый мог выбрать хотя бы что-то. Я бы выбрал не сидеть. Я еще придумал хуйню, я еще придумал хуйню, платная армия, то есть, типа, она обязательно призывная, но ты можешь заплатить и служить в нормальных войсках, где тебе мозг ебать не будет, где интересно, блядь, это расскажут. И где можно домой уйти в любой момент, там, На выходные отпускают, типа, всё. да, и где тёлки есть, там, и типа, кормят нормально, и никто пизды не даёт, вот это, блядь, нормальная хуйня бы была. Да, ну, платишь, там, допустим, платишь, типа, там, двадцатку в месяц и, блядь, служишь. Люди бы, знаешь, даже не уходили оттуда, такой, можно ещё послужив за двадцатку? Я бы ещё месяцочки здесь походил. Так потому, что это бы напоминало, такой, знаешь, кружок по интересам военный, что ли, блядь. Вот представь, люди, да, типа, реально ездят на какие-то сборы, самоорганизуются, да, там, что-то проводят, какие-то мероприятия, там, я не знаю, там, блядь, с парашютом прыгают, блядь, в какой-нибудь страйкбол играют, ну, такой хуйнёй военщины и увлекаются, да, но при этом этих же людей посади, блядь, на год в призывную армию, они начнут друг друга пиздить, опускать, ебать в жопу, блядь, то есть, типа, это, это, я не знаю, с чем это связано. домой нельзя уйти, потому что, блядь, что это за тупость, нахуй это, ну, это бред, блядь. Нахуй мне спать в казарбе, да, вот просто, как, как, я пойду домой посплю, с утреца перед подъемом, я уже тут. Хотя бы на выходные, блядь, и тогда даже если тебя пиздят и хуярят и ебут в жопу, об этом будут знать и твои родные и так далее, блядь, а то, получается, просто на год человека сажают, блядь. Ну, ты такой, знаешь, типа, нихуя ты перечислил, пиздят, ебут в жопу, и ты до выходных сидеть, типа, понедельник, пиздят, ебут в жопу. лучше, знаешь ли, нет, если тебя начали ебать в жопу в среду, то тебя ебут в жопу всего два дня, это должно сильно не повезти, то есть ты должен в понедельник с утра. короткую соломинку выйти в понедельник. да, 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 то есть как бы шанс на то, что тебя отпиздят, что тебя там отрежут, блядь, ноги, руки, хуй, блядь, или ты в гроб ляжешь, гораздо меньше, если тебя будут ебать, ну, там, два-три дня, чем, блядь, не знаю, месяц, нахуй, там, военных, у них там свои госпитали и все такое, если у меня пневмония, я не хочу лежать, блядь, в военном каком-то госпитале с толстожопыми, блядь, медсестрами, 50-летними. А тебя не положат, тебе скажут, нет у тебя никакой пневмонии, пиз... Ну, тут согласен, тут согласен. Как вообще, как вообще пневмония выглядит? Просто ты приходишь, говоришь, у меня пневмония, тебе говорят, ты откуда знаешь, ты что, нахуй, врач? Какая у тебя понимание? Блядь, тебе надо пойти стать прапором в армии. Здесь, как и с больницами, лучше просто в такие истории не попадать, потому что потом... Да блин, ты никогда не знаешь, где ты, блядь, попадешь, где не попадешь, в том-то и дело, блин, это как... Вон, на России вышла передача про выбор маргинала, блядь, типа, с этим дебильным подкастом абсолютно, который они там записывали, там... Где каргинанс, обсуждали. Да-да, как каргин оказался то ли башаевым, то ли башаевым, блядь, каким-то азербайджанцем, а не евреем. Сидел с какой-то при этом армянкой непонятной из, блядь, партии Светова, пиздец вообще. Всю эту хуйню на России в восьмиминутном сюжете показали, и, ну, типа, блядь, они, я думаю, даже не предполагали, что они чем-то таким занимаются, что вызовет хоть какой-то резонанс, и... Я к чему клоню? Потому что YouTube надо запретить, то есть надо вернуться снова, ну, в Россию, я имею в виду, чтобы Роскомнадзор заблокировал. Это защитит не только зрителей, которые, ну, будут ограждены от такого сомнительного... Да, потому что, блядь, если ты залил, а там, помнишь, была модерация, ну, во всяком случае, мы когда бухали на пятилетии YouTube, там даже был модератор раздела эротика, и он, блядь, самый уставший человек был, у него такие глаза были, говорит, я столько, говорит, вижу, блядь, в своей жизни, что никому не... что даже вытирание пролапсом подъезда покажется шуткой. Ну, в общем, ну, тогда он этого, конечно, не говорил, но... тогда и не было такого, до форест-хорроты. Да, но тогда было и другое всякое, наверняка. Ну, и, в общем, короче говоря, таким образом, хотя бы ваши ролики удалят, и вы на бутылку не заедете, не осознавая, что, в общем-то, сейчас вообще хрен, ничего скажешь и ляпнешь. То есть мы должны переинформатироваться на китайский формат, пора перестать бояться. А в Китае очень удобно. Ты, например, написал что-то такое, знаешь, вот, ну, некорректное, да? Так оно просто не дошло до адреса. Все... Да, да, тебе... Ты уже на бутылке, оно еще летит, а ты уже... Нет, 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 оно просто... Его как... Его нету, все, просто оно не отправляется. У них же полностью модерируемые все эти чаты. Просто не дописался. А если уже... А вот если ты с первого раза не дописался... Поэтому... И ты еще раз написал, тогда уже... Мое, мое концептуальное предложение, хватит это терпеть. Запрещаем YouTube, запрещаем Twitch, Vast и Routube. Никакой этой пропаганды, которую нам навязывают, никакой вот этой вот модерации непонятной, ничего, только вот наше внутреннее, да? У нас свой путь, это уже и так понятно. То есть они все сдохнут, там и в рай, как говорил один великий человек. Хватит гнаться за всем этим бренным, мирским, блядь, какие-то нахуй эти ролики, блядь, все это. Вот, нужно думать о высоком, блядь, как бы вот, о будущем. Да, если что, я Путина процитировал, а потом еще скажут. Сейчас уже даже Путина страшно цитировать, понимаешь, до чем мы докатились. На YouTube тем более. Да. Вот. У нас нет времени на раскачку. Я... Ну, время есть, как-то. Еще лет 15 я готов потерпеть. Мне нравится раскачиваться, знаешь. Я раскачиваюсь и не сильно парюсь. Главное, чтобы не укачало. Ну... А так качаться прикольно. Кресло-качалка. Я согласен. Я согласен. Я согласен. Ну, короче говоря, да. Безусловно, наш Пути вот через такие вот, через создание государственных ресурсов моделирования. Через перцы и к пездам. Согласен. Согласен. Я рад, что ты меня поддерживаешь. В общем, друзья, я думаю, на сегодня мы уже достаточно вас развлекали. Если вам понравилось, не забывайте, что лучший способ поддержать нас, это, конечно же, финансово, но поскольку вы нищие, то можно просто поставить лайк, подписаться на Илюху. Блядь, после такого жидкого, блядь, гона просить лайк, по-моему, охуеть, как самонадельный, братан. Такое ощущение, что, ну, типа, нет сегодня жопы, которая бы не была подорвана, если честно. Ну, мы старались, мы старались, поэтому... Но, блин... Напишите в комментах тайм-код, когда у вас порвалось. Вот именно когда... Ты знаешь, фишка в том, что даже спустя 20 лет и даже когда раскачивание придет уже в активную фазу, люди все равно не поймут, что такое постироние. А уж мета-ирония, она и вовсе будет не подвластна никому, так сказать. Но тогда просто, если вы не понимаете, вы, значит, как бы это самое, забейте, вы глупенький, просто подпишитесь, поставьте лайк, ну, еблан вы, еблан, что с вас делать, комментик напишите. Мы всех любим, понимаете, мы не требуем какого-то уровня понимания, да? Вы можете понимать постиронию, можете не понимать, можете смеяться, можете не смеяться. Главное, что всем весело, что все услышали про Митина, про Жидкого Терминатора, блядь, послушали, про... Этот мем знает, блядь, человек 100, нахуй, в России, я тебе серьезно говорю, ты просто в последнее время, видимо, на хайлайты подсел и не особо понимаешь, что таких, как ты, очень мало. А я, знаешь, еще живу в мире, где ты самый популярный видеообзорщик, типа, где все обсуждают твой обзор в универе. А Паук еще говорит, например, там, а не Тара-Бара-Ста-Бара. Я понял, я понял. Но, к сожалению, эти времена давно ушли, но какими же хорошими они были, понимаешь, да? Ведь именно тогда член еще стоял, возможно, не только у меня, но и у тех, кто застал те самые времена. Да и не только стоял, но еще и хотелось, потому что сейчас-то даже и не хочется. А Радуга еще тогда была просто приятным погодным явлением, на которое хочется посмотреть. Да, и никто не заставлял вас отсасывать радуги, как сейчас. Блядь, что за времена, нахуй, пошли? Да, и Тесак был еще жив. Получился. Да, и Новельный еще не был отравлен. И только Лукашенко, как бы, блядь, и остался. Еще, блядь, лет 50 будет править, блядь, киборгом станет, я пока только не буду. Как этот Никсон голову поставит себе на огромного робота в Футураме, блядь, ебта, и будет расхаживать по Минску, блядь. С автобатами, блядь, попей, на заводе тракторном, блядь, этого робота, нахуй. Скайнет, блядь, Минская версия.